Вуди, хорош там блевать уже, в конце концов. О! All Doom 77 представляет Toy Story Exe Crazed Edition Безумная версия, наверное, так это надо переводить. Обычный день игры для Энди, просто обычный день игры для Энди игрушек. И тут Вуди голова отваливается внезапно, ни с того ни с сего. Не тяните, будучи тупым пареньком. Отправляет Вуди на полку, отправляется спать, не зная, что плохие вещи произойдут этой ночью. Новый день и 4 дауна игрушек, но иногда кто-то немножечко откусил. Вуди исчез, и на кровати лежала такая извиняющаяся сайт. Извиняющийся сайт, лежал на кровати. Как-то извиняющийся сайт. Может быть, Вуди посетил порно-сайт и оставил записку. С вами извините, что это? А, это он замочил пацана. Что? И хрена себе. О, вроде тишина. Да госп... О, все, надо было Enter нажать. Все, я скипнул это говно. Чего ж так орет-то? Замечательные звуки. Вуди! Вуди! Кого насилуем, Вуди? Вуди, кого насилуем, дружок? Подожди меня. Я присоединюсь. У меня... У меня такой замечательный, прекрасный динозавровский дрон. Я думаю, он подойдет для такого занятия. Эм... Ну, что тут скажешь, ребят? Вы все слышите сами прекрасно. Я думаю, мои комментарии будут совершенно излишни. Беги так быстро, как сможешь. Ты не сможешь меня остановить. Я Вуди Мэн. Окей, хорошо я... Траглайв. Жизнь головореза. Драйвин Ту Тирс. Вот оно, Крейст Эдишн. Крейст, как это переводится? Возможно, Крейст это как раз вот имеет отношение к вот этой субкультуре людей, которые надевают вот такие вот очечки, бандитская жизнь и все такое прочее. А может быть, просто безумная версия. Может, так переводится. Не знаю. Но я сразу по скриншотам понял, что будет что-то вот настолько неожиданное. Вуди, хорош там блевать уже в конце концов. О! Нужно что-то еще объяснить. Увидимся позже, аллигатор. Я так голоден. Я могу съесть всех моих друзей. Это Вуди говорит? Опа. Карто... Нихрена себе картошечка. Нихрена себе картошечка, ты прыгун. Музон, музон. Прикольно. Прикольная музыка, прикольная картошечка. Картошечка на спидах, однозначно. Я не понимаю. Картошечка, ты что? Ты как-то, по-моему, сильно до хрена ускоряешься. Мы куда так торопимся? Я не понимаю. Мисс Картофелина дала тебе под зад, сказала, через 10 секунд не придешь, оторву твои картофельные яйца или что? Это как вообще понимать? Вот это все. Да, я, кстати, между прочим, надо отметить, что благодаря вот этим играм я начал пересматривать историю игрушек. Уже первую часть уже пересмотрел. Вторую, третью буду смотреть сегодня. Вторую как минимум посмотрю. Вечером. Опа! Бас! Бас! Был здесь. Да, это заметно. Я снова тебя достал, говорит. Ты вообще пытался выиграть? Это же легко. Да я просто задержался! Я думал... Ну, ладно. Окей. Надо не тормозить, короче. Надо спешить, да, я так понимаю? Торопиться. Ну, давайте попробуем вот сюда. Вот что вот здесь вот будет? Если мы будем... Ага, понятно. Нестандартно, я хотел сказать. Если мы будем нестандартно куда-то пытаться попасть, то хрен зла нам что будет. Ничего хорошего нам не будет, если мы будем пытаться попасть нестандартно, понимаете? Музыка классная. Музыка балденная. Так, балдежная такая. Крейс Эдишн мне нравится у него. Знаете, я помню примерно первой той истории Экзе, и по-моему он был мрачнее несколько. А этот такой долбанутый, в хорошем смысле поехавшая игра совершенно отбитая. Ой-ой-ой! Валим! Не трогай это! Валим отсюда, нахрен. Валим, 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 валим. Я думаю, что нам нужно убегать как можно скорее. Наверное, в этом наша цель на данном этапе. Правильно? Или неправильно? Может и неправильно. Прыгать он, кстати, не умеет. Он умеет только спускаться. Вот прыгать я больше не могу. Это было не описано и не было продумано создателем этой игры. Я должен был победить! Ты не можешь выиграть! Ты кусок дерьма! Ой, ну ладно. У нас по-прежнему еще есть чем повеселиться, Декарт. Ха-ха-ха, Вуди! Вуди! Ха-ха-ха-ха, Вуди! А это, ты что, обращаешься к именю пользователя, да? Вуди, не надо. Не надо, Вуди! Не надо нам... Да не надо нам с тобой веселиться, Вуди! Мне кажется, тебя там с друзьями хорошо, вполне! Ему хорошо ведь там! Зачем? Зачем, Вуди? Не хочу я с тобой веселиться. Так, понятно, у нас идет замечательная анимация такая на заднем плане. Окей, хорошо. То есть, я теперь, получается, вот этот Рокки, это типа Декарт, это мое воплощение, да? Или он прямо до меня хочет докопаться? Вы, жалкие игрушки, вы делали такой путь, но я думаю, вы доберетесь до конца, потому что я Уинпи. Декарт, как я получил твое имя? Как ты думаешь? Я правильно его произнес? Ну это... Нет, неправильно! Нет, неправильно! Меня зовут Анатолий Вассерман! Отстань! И Декарт в другом месте! Уходи! Уходи прочь! Иди отсюда! Или неправильно? Неправильно! Я же говорю, неправильно! Все неправильно! Все неправильно! Ты ошибаешься, Вуди! Все неправильно! Мне надоело с тобой играться! Понял? Теперь я... А, ну да, потому что игрушки играться, типа... Ах, ты шутник, ковбойская твоя зараза! Рожа твоя поганая! Теперь я поборюсь с тобой в этой великой битве, но я выдам тебе одно бесполезное предложение. Ты хочешь присоединиться ко мне? Эээ... Да? Ты знаешь, что теперь произойдет? Ну, потому что, ну, ребят... Ну, умирать! Ну, чё, умирать хотим? Мы не хотим умирать! Нас еще ждет большая, долгая игрушечная жизнь! Поэтому лучше присоединиться! Эээ... И что ж произойдет? Ты умрешь с ним! Ты, наверное, уже знаешь, что я не делаю эээ... хороших предложений. Очень плохо, приятель! Теперь сдохни! Я хочу задать! Похоже, ты не смог выиграть. Какой позор! Как раз все собиралось становиться интереснее. Мне больше нечего делать, Декарт. Аааа! Ну что ж, это так громко! Ээ... Не то, чтобы там был Вуди или что-то в этом роде. Игра окончена! Ну ладно, ладно, ладно. Я понял, мы просрали. Ща попробуем еще разок, попробуем несколько получше справиться. Смотрите, ребята, перепроходим вот этот этап. Здесь вот у нас ни с того ни с сего наш динозаврик начал плакать, пускать сопельки, слюнки и вообще просто раскрылся. Во! Вот опять это почему это случилось? Я не понимаю, почему это случилось, ребята. Я не понимаю, почему это сейчас произошло. Потому что я прикоснулся к этим козлам или что? Ладно, давайте за картошечку попробуем перепройти. Может быть, за картошечку лучше получится. Не тормозим, стараемся все преодолевать как можно быстрее вообще. Видите, просто мы па-ба-ба-бам, па-ба-ба-ба-ба-бам. Рок-н-ролл прям играет, а мы все бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Мы вообще абсолютно не задерживаемся ни на грамулечку, ни на секундочку, понимаете? Мы очень торопимся мы очень торопимся потрахивать нашу миссис картофелину, да? Эй! А, так а все это... Ха! Так а тут и нельзя! Тут нельзя выиграть-то ни хрена на самом деле! А, ну тогда ясно. Ну тогда... Тогда окей. Я думал просто я затормозил, типа, а там тупик. Хорошо! Ладно. В таком случае попробуем здесь перепройти. Теперь не присоединяемся к нему. Не будем мы к тебе присоединяться, поганая твоя рожа. Не хочу. Окей. Давай. Начнем битву. Только полегче со мной. Окей? Я же слабак. Ого. Так, так, так. И что? О-о-о! Ти-ти-ти-ти-ти-ти! Тихо! Как его бить? Как бить? Как атаковать эту скотину? Так, голова летает. Окей, хорошо. Голова, туловище летает. Голова отдельно, туловище отдельно. Замечательно. Это просто прекрасно. Что мне делать-то? Бум! О, хорошо! Смотрите, наступил. Наступил на это говно. О, а голова для чего? Я не понимаю. Она как-то атаковать будет? Нет? Слушайте, ну вроде бы мы, знаете, может даже и справимся. Может даже и получится, черт возьми. Так. Ну? Ну что? Ага, ага. Ать! Два раза надо ударить, и все? Красота! Неужели? Неужели победа? Ну чё? Чё скажешь? Воу. Я это сделал! Йоу! Комната вернулась в нормальное состояние. Ну что, спасибо, Декарт, я полагаю. Все мои друзья, правда, по-прежнему мертвы. Спасибо тебе огромное, человек, блин. Ну, с другой стороны, я преподал Вуди урок. Вуди, его мертвый труп. Возможно, мне стоит от него избавиться. Не! Я идиот, который считает, что он не вернется. Да, вот это вот ты реально просчитался, дебил. Потому что он вернется еще как. Он уже возвращается. Слушай, он так быстро прям возвращается. Прям 10 секунд не прошло, он уже возвращается. Пипец. Продолжение следует. С гигантской курицей. Что? Что? Какой па-па-па курицей? Я не понял. Какой нахрен па-па-па курицей? О чем речь идет? О чем идет речь? Будет еще какой-то финальный экран или типа того? Финальный экран будет или типа того? Нет, не будет финального экрана или типа того. Будет продолжение с гигантской курицей. Ну ладно. Вот такая вот была безумная версия первой части истории игрушек. Поэтому мы, в общем-то, на этом заканчиваем. На этой безумной версии. Вторая часть, кстати говоря, истории игрушек тоже, по-моему, имеет такую безумную версию. Надо будет это дело проверить. Я как раз недавно по ней три серии записывал. Так что в будущем, думаю, тоже появится. Ну, если я не ошибся, я уточню на геймджелке. Посмотрю. Плюс еще, кстати, есть та история XZ3, которую я вообще не играл. И там и сама часть. И тоже, скорее всего, должна быть и под нее вот такая вот переделка. В общем, все это дело я поищу. Все это будет в будущем. А пока мы на этом заканчиваем. Вот с гигантской курицей какая-то. Па-па-па-па. Не знаю, к чему это, но это и не важно. Давайте. Если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. Жмите колокольчик, жмите поделиться. Рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании под видео. И всем счастливо, всем удачи. Всем пока.